Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Мы обучиваем занятие, которое я потеряю тематически. Пошел. Свобода. Понятие о свободе было заложено самим Богом при творении человека. Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Понимая, что образ в человеке всегда сохраняется, а подобие необходимо возвращать, восстанавливать. В нем человек подобен Богу, вечен, бессмертен. Можно внутри человека взорвать все атомные бомбы, но человек не исчезнет. Можно его сжечь и распылить пепел по всей вселенной, но и тогда человек остается своей сущностью. Свободен как Бог в своих действиях, так и обладает творческой силой. Иные исследователи находят иные свойства подобия. Но мы пока рассмотрим именно эти, доступные нашему рассмотрению. Свобода. Величайший дар, который определяется все еще более страшным и бесконтрольным для многих даром волей. Бог дал человеку волю. Делай, что хочешь. Можешь материться, можешь молиться, можешь кантоваться, можешь работать в поте лица, можешь спать, можешь и бодрствовать. Можешь поститься, можешь объедаться, можешь пить воду и быть чистым, как стекла шкавразами. А можешь напиться на ворованной и загреметь на 10 лет в кутузку. Можешь жить семейной жизнью и наслаждаться здоровым, веселым, веселим закона. А можешь и в ночной темноте красаться и блудить до изнеможения. Бог дал свободу. Сумеем ли ей воспользоваться при содействии воли нашей? А воля бывает разная. И закаленная, наученная опытом и доверием к Духу Святому, умением избирать доброе. Или совсем безвольным тянуться на поклонение в толпе к Меркурию, к Бахусу или к Венере. Кожно-венерическое. Кожно-венерическое. Кожно. Второзаконие. Вас, свидетели, перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение, проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Сирахов. Он предложил тебе огонь и воду. На что хочешь, порастрешь руку свою. Что о свободе говорит сам Бог? Напротив свободы рабства. В мире все надвое, тьма и свет. Бог и напротив дьявол. Как напротив зла добро, и напротив смерти жизнь, так напротив благочестивого грешник. Так смотри и на все дела Всевышнего. Их по два. Одну напротив другого. Сирахов. Безбожнику, коммунисту ничего не докажешь, потому что ни ума, ни совести там нет. Недавно с одним из этого племени, несгибаемых грешников, разговаривал. Поверишь ли, что цифра семь есть божественная полнота, а шестерка человеческое развитие? Не поверю. Докажу тебе в пять минут, согласен? Не поверю. Не верь пока. Ну скажи, что у тебя уши есть? Есть. А веришь в это? Да. Тогда расскажи нам. Смотри, как постепенно с ним разговариваю. Уши есть, он простенький, такие вопросы отвечают. Сколько существует звуков, тонов, октав, не знаю. Вот тут мы еще раз повторим. Ты согласился беседовать на равных. А при самом начале я попросил вас, согласны ли вы, хотя бы сейчас, не лгать, но отвечать согласно тех знаний, какие имеете, и согласно той совести, какая у вас гнездится. Гнездится. Похоже, как всегда, обманываете. На стороже не боитесь отвечать, чтобы как не запутаться. Но вот в этом в своем уповании не ошибиться. Вы и ошиблись, и обнаружили не только свои лукавства и скудоумия, и противление откровениям Божьим, которых уже коснулись, но не желанием идти по пути правды и спасения. Вот понимаешь, как разговариваешь? Вот а то миссионером быть, а то они миссионеры, а они только подыскиваются, верующих стравливают. Итак, слушайте. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Так это я знаю. А можно ли еще какой тон издать, не вписывающийся в эту гамму? Нет. Есть балалайка, гармошка, есть тромбины. Бог создал накованию и молоточек в ухе, и они работают только на семи звуков, независимо от нашего желания. Можно октавы выше и ниже записывать, но только там новые, те же до и си. Да, правда, я как-то об этом не задумывался. Прошла одна минута, и по ушам я уже доказал, что ты согласился, что уши не сами по себе. А Бог дал им семерку на распознание всех звуков, от взрыва до скрипки кузнечика. Ушную мазью помазали, глухота начинает проходить. Вот смешно стало, и гляжуно. Теперь примемся за глаза. Сколько ты цветов видишь? Так разве их можно сосчитать? Их и считать не нужно, а надо только не быть ослом упрямым и не белеять по чужую дудку, и глаза помазать мазью божественной мудрости и нашего смирения. Посмотри на радугу. Бог заложил в нее красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, и другого нет. Бывает и инфракрасный, ультрафиолетовый, но другого нет. Веришь ли это? Да. Но я как-то не думал про это. Вот мы тебе уже и глаза продираем семеркой. Бельмо сошло, молоточки на место. На месте бушах-то когда. Теперь будем считать дни недели. Сколько дней? Семь. Пойди к мусульманам, к тантарам, к монголам, к алтайцам. Там сколько дней в неделе? Во всем мире семь. Почему все разное, а дни недели только семь? Новый год, количество месяцев в году, длинней в месяце. Все разное, а количество дней в неделе везде было и есть одинаковое. Почему? Вижу, что тут не проходили вы и вам в школе про это не задавали. Так, открываем Библию. Бытие, первая глава, семь дней творения. Правда? Нет. Товарищ, дорогой, ты так просто не соглашайся. Ты держись за свою шестерку. Думаешь, что шесть дней в неделе. За восемь держись, отвергай семерку. Не думал как-то? Значит, Божье поверил. Теперь нужно разбить человеческое шестерочное. Шестерки любят эту цифру. И сатана любят. А как это узнать? Но тут еще проще. Про семерку мог и не знать, потому что Албании перекрестят безбожники. Живут в блуде и воруют все семь дней без выходных. А уж про свою шестерочную кастрюлю должен бы знать. Пишешь письма кому-нибудь? Почему это шестизначная цифра? Не думал как-то. Неинтересный двоечник попался сегодня. Уж вовсе ничего не знает. А пишите, что образование у него высшее. Высшее по сравнению с чем? С муравьем или с кабаном? Компьютер, который человек изобрел, работает на шестерку. И антихрист на это клюнет. Почему? Москва передает время. И последний, шестой сигнал дает точное время. Точно. Шестой сигнал. Не седьмой, не пятый. Почему не пятый, не седьмой? Ты меня совсем запутал. Я соглашаюсь зря. Тут что-то не так. Теперь с тебя хватит. Урок в пять минут кончился. Поезжай домой к своей Нине и расскажи ей, как хорошо быть умным. И нас не забывай. Посещай иногда. Тут у нас по воскресеньям занятия идут. Тут много задают вопросов и ответы есть на них. Поезжай, Василий Федорович, в Кулеба. Потом мы еще пригласим вас. Всего... А председательстве совета. Корченского. Всего до вас две шестерки километров. Двенадцать километров до них. А если ехать до Корчена, по верхней безопасной дороге, то ровно две семерки будет. Все в мире беременно сроком. Делящимся на семерку. Делящимся, да, да, знаю. Одна миля, пятьсот тысяч живых организмов в мире. Один миллион. Один миллион, да. Пятьсот тысяч живых организмов в мире. И время вывода на свет у всех делится на семерку. Можешь струждужиться, воспротивиться Божьей запрограммированности. Но подчинишься этому закону, и ребенок не пойдет на ваши ухищрения, чтобы не признать Божьего замысла и плана. Ровно 280 дней ребенок будет стучаться головой к выходу. И если Бог дал человеку свободу, и все в мире надвое, то мы должны воспользоваться правой стороной и тем, что помогает быть спасенными на Божьей стороне. Все надвое. Напротив свободы рабства и плен. В Ветхом Завете рабство было дозволено в открытой форме. Кто любит брать в долг и не рассчитывается, тот в Израиле был бы рабом и домой не пришел бы. В день отдачи отдать должен. А если не ищи платить, тогда матрас из-под него тащите, жернов снимайте. И на все это есть статьи кодекса, что можно брать и на какое время. Жен выведите на базар, детей отведите в плен, продайте их, их кастрируют в евнухи. Боялись долгов. Любой должник был бы доволен законом справедливости. На страже совести стояли законы Израиля. Под залог брали, под свою жизнь. И семь лет отрабатывали. И осветите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое. И каждый возвратитесь во свое племя. Левита. Если бы эти законы включить, то урывка давно бы не была в плену. Давно была бы, а ты не была. А, была бы. Была. Не, откуда не это подскочило? Ну, была и не была тара, а знаешь, брат. Урывка давно была бы в плену. Так Иосиф Яковлевич прекрасный постепенно подобрал весь Египет к рукам. Все сделали с рабами. Все. Если продастся тебе брат твой еврей или евреянка, то шесть лет должен он быть рабом тебе, а в седьмой год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от статств твоих, от гумна твоего и от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. Помни, что и ты был рабом в земле Египетской и избавил тебя Господь Бог твой, потому что... потому я сегодня и заповедую тебе сие. Второзаконие. Свобода теряется за грехи, по неразумию, от беспутной жизни. Приманку наставляют. Пока птица сидит наверху, она свободна. Пока умом о Боге творишь Иисусову молитву, то и плыл над сетями. Как земным осеменился, тут и ловить не нужно, сам залез. Как детей покормить, как жене угодить, посеять, сохранить. О небесном и подумать некогда. И болезнь начинается, тут горбатит, тут тянет, земля зовет к себе. И паки в землю поедеши. Пойдеши. Пойдеши. Это поется на похороны. И паки в землю пойдеши. Солом 65. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, для такого ли времени ты достигла достоинства царского. Исфирь. Исфирь. Посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду. Ты ввел нас на свободу. Ввел или вывел? Вывел нас на свободу. Ну, ввел и вывел, это разные вещи. Да, да, да. Что ж такое, Господи. За покаяние... Я бы не смотрел за тобой, глаза болят уже, но ты, видишь, меняешь, мне приходится следить тогда уж. Давай. За покаяние, за исправление жизни, за слезы сокрушения Бог дает свободу. Человек, который злобится на другого и не прощает ему, сделал сердце свое темницей. Темницей? Так вот закладываешь окончание. Исая. Вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо. Вот, понятно. Истина свободным делает следование за Иисусом по Евангелию. И познайте истину, и истина сделает вас свободными, Иоанн. Второе Петра. Обещают им свободу, будучи сами раби тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Не бодрствовал, его приворожили. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать плененым освобождение, слепым прозрение отпустить измученных на свободу. Не плененных, а пленных написано. Ашистов. Да, да. Вот так. Давай, вот. Безбожие боится свободы, и это делает их всех насильственно рабами. Рабство богатству, идеи, террора. Нет свободы ни в слове, ни в совести, ни в действиях. У римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека насмерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Почему не на смерть, а на смерть? Ты как старобрядец на предлог делаешь ударение. На смерть? На смерть, конечно. Деяние. Бог даровал нам свой закон, конституцию свободы. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Иаков. Отрицающие Бога дают лозунг свобода, равенство, братство. Это лозунг масонов за главные статьи к революции. Кто может дать свободу? Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали устаневежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. 1 Петра. Ибо, произнося надутые пустословия, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. 2 Петра. Свободе нужно учиться, стеряя слова и дела, и свои чужие по Библии. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. 1 Коринфянам. Горе человеку, дурно пользующимся свободой. Сейчас дали свободу, и тюрьмы забиты, разврат затопил все. И начали тосковать. При Сталине хоть как-то было, да что же творится-то сейчас? Все разворовывают, миллиарды долларов в одних руках у варья. Люди потеряли свободу совести, свободу мышления. На это и рассчитывает сатана. Пошли по ночам воронки. Как говорит Солженицын, что если бы каждый хватал клюкку, колосники, то захлебнулась бы адская машина. Так и во времена правления Гитлера. Свидетельствует о себе арестованный. Когда пришли брать коммунистов, я промолчал. Я же не коммунист. Когда стали хватать католиков, я промолчал. Я же не католик. Но когда пришли брать меня, то заступаться было некому. Я оставался один. Апостол Павел сделал себя рабом. Ибо будущее в свободе на всех я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Чтобы вывести рабов на свободу, апостол Павел не считал, что выпить вино грех. Но так как люди считали, что пить вино грех, как и мясо есть, то он и дает за рог. Вовек ни пить вина, ни есть мясо. Хотя ни то, ни другое не есть грех. Разумного раба да любит душа твоя. И не откажи ему в свободе, Сирахов. Бог дал чудный дар свободу. Но люди презрели эту свободу, отрицая и самого Бога. Ибо они, получив свободу, презрели Всевышнего, пренебрегли закон его и оставили пути его. И возгнушались законом моим. И не уразумели его, но презрели. Когда еще имели свободу и когда еще отверстно было им место для покаяния. Третья ездра. Так мы в соседнем поселке Урывка ходили, пытались собрать людей, вывешивали объявления. Но они пренебрегли и пошли, кто на свою торговлю, а кто просто отсиделся дома. Если бы сказали, что дают колбасу по одной копейке тона, то пришли бы. Человек, познавший истинную свободу во Христе выше всех. Почтенный вельможа, судья и властелин, но нет из них больше боящегося Господа. Рабу мудрому будут служить свободные, и разумный человек, будучи наставляем им, не будет роптать. Сирахов. Жить не положи. Александра Солженицына. Если не веришь, что партия приведет тебя в коммунизм, то не ходи на демонстрацию. Не надувать пузырь отработанным газом из себя, и не маши им, старикам, толкующимся на могиле и пигмеи. Свобода сыновей Маковейских. Человек попадает в зависимость от дьявола. Чувство несвободы тяготит его даже подсознательно. Побуждать его искать свободу от пороков, от путь семьи, от религии. Мы не рабы. От государства, анархия, толстовщина. Но свободных в полном смысле людей нет. Зависимость от смерти, от тяготения земли, от болезней, несчастных случаев, от людей, погоды, обстоятельств и так далее. Со Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на свободе тюрьма. Профессор Марцинковский. Свободу оценит лишь тот, кто потерял ее. Надпись во всех камерах тюрьмы и лагеря. Свобода совести неистребима и тяготение к ней. И если ее подавляют долго, она истлевает или приводит к взрыву. Хорошо птички в золотой клетке, но еще лучше на зеленой ветке. Поговорка, словно пташечка свободная была. Освободительное движение это трагедия масс, обманутых дьяволом. О, дайте, дайте мне свободы. Я свой позор сумею искупить, князь Игорь Бородина. Свобода лишь при жизни. За смертью нет покаяния. Полная потеря свободы из света, довольства, радости римлянам. Избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству евреям. Свобода поступка ограничивается совестью. Не свобода в происхождении, в имуществе, в усердии. Ничем не занятая душа, хорошая кузница для сатаны. Мартин Лютер. Исаковский написал, Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Гнуснейшая песенка, цинизм на пределе. Это из архипелага ГУЛАГа. Святые, ищуя сердце во Христе, добровольно лишались свободы, чтобы даровать ее другим. 31 августа Киприан Карфагенский выкупал пленных. 26 марта Малх бежал из плена с женщиной-монахом. О, это интересная биография такая. Его пенили там, но оставили жить. Но и надо, чтобы от него что-то было. Он там женщина одна была, и хозяин ему дал женщину, женись на ней, а он монах. Но он с ней договорился. Вот как только там какой-то праздник будет, мы убежим. Они сели там на верблюда или как-то. Ну, а тут узнал, с племянником погнался за ними. Они в пещеру зашли, там где-то спрятались. А там был лев, они его не видели. Ну, а хозяин-то по следам-то видит, где они зашли-то. Ну, и племянника посылает, иди, вытаскивай их. Он пошел, а львица его сразу задавила, даже не крикал. Тот подкричал где-то, идет сам с ножом. Львица кинулась на него, его задавила. А он с этой женщиной теперь на верблюда и в Грецию-то заехал. Но теперь, когда вернулся, он был непослушный монах-то. А теперь шагу никуда без настоятеля. И особенно, когда пас увидел, как муравьи, как они все делают, это наш монастырь похожий был. Все. Богу слава.